Значит, на сегодняшний день у нас проблемным основным направлением является Андрюшкина, как и являлось до этого, да. То есть, оно состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно говоря, состояние автозильников, которое не позволяет нам использовать прицепы для работы. И состояние здоровья, которое, по большому счету, приводит к выходу из строя техники. Поэтому из-за меньшейся там у нас девяти единиц техники, на сегодняшний день имеются всего два в работе. Сегодня они находятся на трассе, соответственно, два в ремонте и остальные – это прицепы. Значит, привлечь технику со стороны достаточно сложно, потому что перевозчики отказываются ехать на такой сложный участок работы, допустим, из центрального района, из Магадана. Поэтому, наверное, на сегодняшний день это самое проблемное направление. И все будет зависеть от того, когда будет улучшено состояние дороги, значит, Средний Колымск-Андрюшкина по двум направлениям, соответственно, и когда пробьется автозимник от Колымского до Андрюшкина. Это вот самое главное. То есть, если до 20-го числа, как нам обещают дорожники, эти направления будут приведены в нормативное состояние, то мы, в принципе, успеваем завести весь объем. Это 650 тонн от Черского до Андрюшкина и 300 тонн от Средний Колымск. Это первое направление. Второе направление – это Ускуйга-Депутатский. Вот, значит, там проблемным вопросом является дорога. Сегодня мы услышали на селекторе о том, что дорога восстановлена, поэтому первую машину мы планируем завтра к выходу из Депутатского в Ускуйгу. Ну, порожные. Это будут порожники-наливники и порожники самосвала. Потому что вся техника, которая была в Ускуйге, она либо сломана на сегодняшний день, да, то есть, либо она работает на плече. Тоже мы сегодня услышали – это Ускуйга-Батагай. А вот, поэтому завтра уже нами вживую будет водителям эта дорога, соответственно, обкатана. Если там все нормально, никаких проблем нет, если движение в две стороны, то мы будем наращивать уже там количество перевозчиков, и ситуация будет, значит, облегчаться. Будем наращивать запасы дизельного топлива, будем наращивать запасы нефти, значит, СЛК и запасы угля каменного в Депутатском. Ну вот, в Усть-Ямском районе сколько всего в настоящий момент техники задействованы? В Усть-Ямском районе сегодня нисколько не задействованы техники. У нас в плане 24 единицы. Дорога открылась только сегодня, первая единица выйдет только завтра. Поэтому, значит, а в плане у нас 24 единицы техники для работы на этом участке. А что можете сказать по поводу низких тарифов, о которых говорят водители? Значит, смотрите, тут проблема, она тоже две стороны имеет. Первая сторона, значит, эта дорога, она является круглогодичной. Поэтому при установлении тарифа на электрическую энергию, соответственно, у нас, вы знаете, мы являемся регулируемыми. Поэтому тарифы для таких дорог, они сами по себе ниже в базе, чем тарифы для автозимних дорог. Потом, значит, то, что касается автозимника Усть-Кугага-Батагай, значит, там же тоже, ну, корректнее было, если бы рассказали, конечно, коллеги об этом. То есть у них, соответственно, когда ограничения вводятся по массе, увеличивается тариф. Когда ограничений нет, тариф, значит, снижается. Поэтому там у них разбежка с 12 до, соответственно, 18 рублей. Ну, у нас там от 8 до 13 рублей в зависимости от вида топлива. То есть каменный уголь либо налив. Ну и какая-нибудь работа по повышению изменения тарифов будет? Знаете, такая вещь, такая конкурентная. То есть, ну, надо понимать, что на сегодняшний день существует не конкуренция на рынке, соответственно, не перевозчики бегают за нами и за губом ШКХ, а наоборот. То есть у нас существует конкуренция задом наперед. Поэтому, конечно же, мы эти вопросы рассматриваем. Мы рассматриваем вопросы по условиям оплаты, мы рассматриваем вопросы по, значит, тарифам. Вот, значит, здесь мы, ну, я не буду заявлять, как говорится, по телевидению о том, что завтра мы, значит, в два раза увеличим и будем таким образом конкурировать. Но, безусловно, что мы ведем переговоры, вот, и стараемся с перевозчиками находить какой-то компромисс.